Всем большой приветик! В этом видео я вам предлагаю немножечко отвлечься от косметики, от различных обзоров и всего прочего. Я хочу немножечко показать вам такой трюк, о котором я узнала где-то, наверное, пару месяцев назад, когда я была в гостях у своей подружки. Как-то мы пили чай и разговаривали о том, что я не люблю горький чай, и я буквально всегда, если это пакетик, один-два раза макаю воду. Иногда бывает жалко, что из одного раза приходится выкидывать этот пакетик, просто держать это, допустим, в стакане, когда это уже превращается вот в такой вид уже, когда он высыхает, тем более, уже неприятно как-то класть его, конечно же, снова в чашку, и просто приходится выкидывать. Вообще, я очень люблю чай, который делают мои родители, но просто не всегда есть на это время, то есть копошиться, все вот это вот заваривать, и у нас постоянно этот чай получается так, что прокисает, надо следить за тем, чтобы класть его в холодильник. Ну, в общем-то, как-то особо не приживается у нас чай, чтобы мы его разводили в чайнике. А так, очень люблю крупнолистовой зеленый чай, чтобы обязательно добавить туда мяту, душицу. Ну, так вот, смысл в том, что очень часто у нас в доме приживаются именно чайные пакетики, поскольку это, ну, удобно, быстро и легко. Конкретно у нас сейчас лифтон, это ни в коем случае не реклама. Этот трюк работает не на всех пакетиках. Именно у них есть внизу такой промежуток, который можно аккуратненько посерединке разорвать и пользоваться просто отдельными этими пакетиками. Сейчас я покажу. Вот, и чай не просыпается через дырочки, и сверху мы просто делаем вот так, и у нас получается уже два отдельных пакета. То есть, один можно уже спокойно использовать, и второй, и уже не так жалко, экономичнее, можно сэкономить семейный бюджет таким образом. Но это, скорее всего, для любителей тех, кто так же, как я, не очень любит очень такие заваренные чаи, а что-нибудь вот такое легкое. И, в общем-то, с тех пор мы частенько так делаем, и, в общем-то, очень даже удобно. Вот, собственно, и весь трюк в этом и заключается. Я, конечно же, думаю, что многие уже об этом знали наверняка. Но, в любом случае, пишите тоже ваши все мысли, предложения в комментариях, какие чаи вы любите, и пользовались ли вы таким уже способом. Может быть, это я, пещерный человек, только пару месяцев назад об этом узнала. Но, возможно, кто-то так же, как и я, еще не знал об этом, и теперь будет так же им пользоваться. На этом все. Я надеюсь, видео вам понравилось. Всем спасибо за ваше внимание. Пока-пока и до новых встреч! Ну, вообще, мне кажется, только русские способны на это. Но пишите ваше мнение на этот счет. Ну, мне кажется, действительно, все вот эти заморочки по поводу экономии... Хотя нет, немцы же очень экономичный тоже народ. Мне кажется, они тоже многого интересного там придумывают у себя. Будьте экономнее! Все, я надеюсь, что вам... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!